Изготовление и монтаж металлоконструкции, монтаж монолитного и сотового поликарбоната. Также у нас можно купить монолитный и сотовый поликарбонат. Пластнавес.ру У нас очередной заказ. В этот раз это терраса. Террасу делаем из металла. Каркас для террасы делаем из металла. Палуба будет из доски МПК. Это минерал-полимерный композит. Чуть более стабильный материал, чем ДПК, дерево-полимерный композит. И будет прозрачная кровля. Монолитный поликарбонат толщиной 8 мм. После того, как мы изготовили металлоконструкцию, доставляем ее на объект. Мы сразу будем ввести на два объекта. Металл. Общая масса более 5 тонн, поэтому мы вызвали манипулятор. Объекты находятся в разных местах. Это навес. Кстати, будет длинное видео о навесе. Навес большой 12х12, поэтому подписывайтесь на наш канал. Будет длинное видео о нем. И терраса 9х5 метров. Терраса будет установлена на винтовых сваях диаметром 89 мм. Сваи закручиваем не мы, сваи закручивают наши постоянные партнеры. Мы только даем размер свайного поля. И монтажники сваи средствами малой механизации монтируют сваи. Как правило, монтаж сваи мы планируем за неделю, потому что в сезон большая загруженность у монтажников. И чтобы никого не подвезти, мы занимаемся этим заблаговременно. Закрутить сваи максимально близко к дому получается на расстоянии от 45 до 50 см. И часто бывает такое, что на участке, где должна была быть закручена свая, попадается строительный мусор, куски бетона или что-то подобное, через что не может пройти сваи. И, конечно, это усложняет монтаж. Приходится демонтировать, приходится выкапывать. Если это бетон, то мы разбиваем его отбойным молотком. Если это какие-то другие помехи, мы выкручиваемся на месте. После того, как сваи закручены, мы начинаем сборку каркаса. Подоснова у нас металлическая. Терраса идет практически поверху грунта. Для начала выкладываем балки, которые идут перпендикулярно дому. Для того, чтобы можно было организовать и установить столбы на них. Поскольку, как и говорилось ранее, сваи не доходят 45-65 метров до дома. Поскольку их нереально просто закрутить. Балки выпускаются консолями и на них устанавливаются столбы. Дальше обвязка и обрешетка. Обрешетка здесь 40 на 40. Для доски МПК не путать с ДПК. И собираем навес. Столбы навеса. Профильная труба 100 на 100. Толщина стенки 4,5 мм. Балка ригельная. 100 на 50. Толщина стенки 5 мм. Стропила. 120 на 60. Четверка. Уклон у этой конструкции получился 3 градуса. Поскольку были ограничения по фасаду. Нужно было завести кровлю под балкон. И в качестве кровли будем использовать монолитный поликарбонат. Прозрачный. Который вы можете купить у нас. Толщиной 8 мм. У нас можно заказать листы нестандартного размера. Завод их произведет в течение месяца. Купить монолитный или сотовый поликарбонат. Также можно перейти по ссылке на наш сайт. Plastnaves.ru Заказать монтаж монолитного или сотового поликарбоната. Также можно у нас. Мы дилеры нескольких заводов-производителей. Данного материала. Важная ремарка. Мы не монтируем материал, который был куплен не у нас. Итак, кровля готова. Начинаем сборку террасы. Палубы. Как и говорилось ранее, мы используем не дерево полимерный композит, а минерал полимерный композит. ДПК содержит деревянную стружку, набирает влагу. И менее стабильный материал, чем минерал полимерный композит. Доску монтируем на скрытый крепеж. Стандартное решение. Клямеры. Которые обеспечивают нужный зазор для теплового расширения доски. Доску также заказывали в размер. Чтобы не делать лишних стыков на этой террасе, это возможно. Раскладку доски мы делаем индивидуально на каждую террасу, на каждую палубу. Исходя из размеров террасы, исходя из характеристик доски. Стандартные размеры доски складская позиция. Это длина 3 метра. Здесь мы использовали доску длиной 4 и 2 метра. Как монтировать монолитный поликарбонат, можно посмотреть на нашем канале. Не забудьте подписаться, поставить палец вверх. У нас множество реализованных проектов и много способов решения разных задач по монтажу монолитного поликарбоната. На этом объекте мы построили еще входную группу и часть террасы, которая не закрывается навесом. Входная группа будет остекляться. И террасу заказчик планирует остеклить безрамным остеклением, но уже в следующем сезоне. В монолитном поликарбонате мы не сверлим лишних отверстий, если длина листа больше, чем стандартный. Напомню, стандартный лист 2,05 на 3,05. Здесь листы 4,5 метра. У поликарбоната большой коэффициент теплового расширения, поэтому мы фиксируем лист жестко только сверху. Затем крепим листы алюминиевым профилем, что обеспечивает скользящее соединение, герметичное скользящее соединение, что позволяет монолитному поликарбонату расширяться и сужаться при температурных перепадах. Терраса готова. Наш сайт plastnaves.ru Подписывайтесь на наш канал, смотрите наше портфолио, переходите на наш сайт. Ссылка в закрепленном комментарии снизу. Купить монолитный сотовый поликарбонат можно у нас. Мы находимся в Одинцово. plastnaves.ru Наслаждаемся выполненной работой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр!